Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу показать вам 10 новых лайфхаков для телефона. После просмотра этого видео, пользование вашим гаджетом станет намного проще. Поэтому давайте наберем 5000 лайков, и тогда я начну искать еще более полезные лайфхаки для следующей части. Итак, поехали! Это, можно сказать, некая альтернатива разделенному экрану. Но, на мой взгляд, более удобная. К примеру, можно смотреть YouTube в маленьком плавающем окошке где-нибудь сбоку и одновременно читать почту или заниматься другими своими делами. Чтобы активировать данную функцию, необходимо перейти в настройки, затем расширенные настройки, конфиденциальность, специальный доступ, картинка в картинке и далее уже выбираем нужное вам приложение. Эту фишку я обычно использую просто как напоминалку, но, возможно, вы найдете ей другое применение. Для того, чтобы написать текст на экране, вам необходимо перейти в настройки вашего устройства. Затем экран, блокировка экрана, после чего кликаем на пункт «Подпись на экране блокировки», после чего пишем какой угодно текст. Например, можете написать номер своего нового телефона, который еще не выучили, и тому подобное. У Xiaomi есть удобная опция выключения дисплея при поднесении телефона к уху во время разговора, чтобы не было ложных срабатываний. Отвечает за этот датчик приближения. По умолчанию опция включена, и пользователи даже не знают, где ее вообще искать. Хохма в том, что иногда после очередного обновления эта опция слетает, то есть выключается. И попробуйте найти ее в настройках. Найти можно через поиск в настройках датчик приближения или через меню приложения «Телефон» входящие вызовы. Там же, кстати, есть еще несколько полезных опций. Игровой режим, он же ускорение игр, Game Turbo. Это специальный режим, благодаря которому в играх появляется много интересных возможностей. В частности, видеозапись игры с экрана, увеличение контрастности и насыщенности цвета в любой игре, отображение во время игры такой информации, как количество кадров в секунду, FPS, уровень загрузки процессора и графического ядра, запуск ряда приложений в оконном режиме поверх игры. К примеру, можно, не прекращая игру и не ставя ее на паузу, запустить браузер и посмотреть какую-то информацию в интернете. Автоматическое отключение ряда функций, которые могут отвлечь от игры. Автояркости экрана, режима чтения различных жестов, скриншот, жесты управления. При ответе на входящий звонок будет автоматически включаться громкая связь. Можно эту функцию и отключить. Ускорение процессора и защита от перегрева. Как видим, это очень удобная функция, которая, однако, довольно хорошо спрятана. Для активации игрового режима необходимо сделать следующее. Найти на рабочем столе приложение «Безопасность» и запустить его. Ищем здесь пункт «Ускорение игр» и запускаем. После чего на рабочем столе появится соответствующее приложение. В этом приложении добавляем игры, которые должны работать в игровом режиме. Кроме того, что играть в игры и сидеть в соцсетях, на телефоне можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке. Проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер. А лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде 5 долларов. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя. Ссылка в описании. Если вам не нравятся полноэкранные жесты и вы не хотите, чтобы кнопки навигации отнимали полезное пространство на дисплее, в MIUI 10 есть одна интересная функция под названием «Сенсорный помощник». Активировав эту функцию, на экране появится небольшая область, нажав на которую вы откроете панель управления. С ее помощью можно делать скриншоты, возвращаться на предыдущую страницу, вызывать список запущенных приложений и даже блокировать экран. Присутствует и кнопка «Домой». Вы знали о существовании черного и белого списка на вашем смартфоне. Для активации нажимаем на иконку «Безопасность основного экрана». Далее «Антиспам». Ну или же введите слово «Антиспам» в настройках смартфона. Здесь находятся все настройки черных и белых списков. Тапаем на шестеренку в верхнем левом углу и попадаем в заветное окно. В первую очередь нужно включить сам антиспам. Затем будет предложено «Блокировка сообщений». Выбирайте способ запрета либо от всех незнакомых номеров, либо смс от контактов. Кроме того, входящие сообщения могут быть заблокированы, если в них окажутся ключевые слова. Их придумаете вы и заносите в черный список через запятую. Все описанное выше, но с точностью да наоборот, нужно проделать в белом списке. Ключевые слова, добавленные через запятую, будут нести в себе своеобразный пароль доступа в телефон. Такие смс будут приняты и можете их прочитать. Блокировка вызовов Можете выставить запрет на незнакомые либо переадресованные номера, все без исключения. Для страдающих манией преследования есть опция полной блокировки всех контактов из телефонной книги. Правда, в таком случае неясно, для чего вообще нужен телефон. Последняя опция с блокировкой вызовов со скрытых номеров хотя бы имеет логическое обоснование. Списки контактов для блокировки Мы добрались до черного и белого списка. Войдя в опцию, замечаем внизу плюсик под названием «Добавить». Предложены будут три варианта выставляемого блока. По номеру телефона, по добавленному префиксу, можете оградить себя списком с ориентировкой, скажем, на оператора сотовой связи. Наконец, можно выбрать полный контакт из телефонной книги. Все только что озвученное проделываем в случае необходимости с белым списком. По умолчанию, если ничего не задано, то никаких ограничений для вызовов нет. Надеюсь, эта фишка будет вам полезна. Видео, снятое в замедленном режиме, весьма эффектно для запечатления мимолетных мгновений из мира спорта или природы. Мельчайшие детали, ускользающие от простого взгляда, могут остаться в памяти благодаря данной полезной функции. Для активации включаем камеру и меняем фронталку на основную. Затем выбираем в режимах замедленную съемку. Затем, не выходя из камеры, нужно зайти в ее настройки и там поменять качество видео. По умолчанию, оно наверняка стоит в позиции Full HD. Но для качественной записи замедления в кадре понадобится простой HD. Переключаем и снимаем. Учтите, что снятое видео будет беззвучным. Потоковые скорости видео и аудио не совпадают, а значит, технически смартфон не сможет помочь. Он, в конце концов, не профессиональный фотоаппарат. Возможно, установление стороннего ПО. Но и в этом случае результата никто не гарантирует. Если вы хотите отдохнуть и сделать полный релакс, советую вам включить фоновые, расслабляющие звуки по типу дождя, леса, костра, пляжика или темной ночи. Для этого не нужно идти в интернет, гуглить или скачивать эти самые звуки. Все намного проще и быстрее. Для полного релакса нам необходимо нажать на время в нашем смартфоне. Далее нам необходимо пролистать до таймера. Ну а здесь, собственно, и выбрать звук, который более подходит по душе. Мне, например, нравится во время дождливой погоды слушать горение костра и представлять, будто у меня в доме стоит камин. Класс! Если смартфон стал часто нагреваться, можно подключить функцию оповещений. Так вы будете предупреждены о повышении температуры и сразу сможете оставить телефон для отдыха и нормализации его работы. Перейдите в настройки – питание и производительность – питание. Здесь жмите на шестеренку в правом верхнем углу и выбирайте температуру, при достижении которой должно прийти уведомление. В область быстрых уведомлений на смартфон нередко приходят уведомления от приложений, которые вам не нужны и только раздражают. Чтобы их выключить, приходится идти в настройки – приложения. Искать там соответствующие приложения и запрещать для него уведомления. Но есть способ намного проще. В обычном Android, то есть для большинства андроидных телефонов, уведомления можно сдвинуть влево или вправо. Там появится пиктограмма настроек, которая перебросит вас в настройку уведомлений конкретного приложения. У Xiaomi сделано ещё удобнее. Приложение нужно сдвинуть влево. Если вправо, оно просто исчезнет с экрана. Там появятся две пиктограммы – настройки и отложить на время. Отложить на время – отключить уведомления от данного приложения на какое-то время. Настройки – прямо на том же экране можно отключить уведомления для данного приложения. Ну а на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что если мы набираем 5000 лайков на этом видео, я сразу же начинаю собирать лайфхаки на следующую часть. Я обещаю, что она будет не менее крутой. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Также в комментариях можете написать свои крутые лайфхаки, которыми вы пользуетесь. И, возможно, именно ваш лайфхак попадёт в следующий выпуск. Нам будет интересно почитать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok